Чуня — маленький поросенок. Он очень любит купаться, разбрасывая в стороны веселые водяные брызги. Он завтракает с удовольствием, как большой, вытирает рот и говорит маме спасибо. Чуня любит гулять. Ярко светит солнышко, щебечут птицы. Чуня напевает веселую песенку, но во дворе одному скучно. И мама разрешает ему выйти на лужайку. Вдруг перед Чуней появился цыпленок. Он стоял среди высокой травы и плакал. — Почему ты плачешь? — заботливо спросил Чуня. — Я заблудился! — жалобно пропищал цыпленок. — Это не беда! — успокоил малыша Чуня. — Ну-ка, прыгай ко мне на спину, я тебя отвезу домой. — Мама! Вот моя мама! — радостно закричал цыпленок и бросился в объятия пеструшки. — Я заблудился! Мне было страшно! А поросенок меня спас! — тараторил счастливый цыпленок. — Коко, какой вы добрый! Коко, какой вы милый! Спасибо! — кудахтала пеструшка. — Ну что вы! Пожалуйста! — застеснялся поросенок, довольный похвалой. Он попрощался с пеструшкой и цыпленком и побежал дальше, еще громче напевая свою веселую песенку. Неожиданно из-за куста выскочил длинноухий кролик. — Киса, ты чего распелся? — зашипел он на Чуню. — Разве здесь кто-нибудь спит или работает? — растерянно спросил Чуня. — Я работаю, понял? — прошептал кролик. — Я хочу утащить у крольчихи морковку. Чуня ничего не понял. — И что ты тогда сделаешь? И почему просто не попросишь морковку? — Удивился Чуня. — Не даст! — уверенно заявил кролик. — Посмотрим! — сказал поросенок и направился к грядке. — Здравствуйте! — сказал он крольчихе. — Не могли бы вы дать моему другу пару морковок? Крольчиха отобрала четыре самые большие морковки и дала их кролику и Чуне. — Пожалуйста, ешьте на здоровье! Кролику стало стыдно. — Ты очень хороший поросенок! Я буду твоим другом! — сказал он Чуня. Чуня махнула ему хвостиком и от радости завизжал. — Р-р-р-гав! — услышал Чуня сердитое рычание и остановился. У только что выкрашенного забора стояла большая собака и отчитывала маленького щенка, нос, лапы и бока которого были в синей краске. — Разве это щенок? — возмущалась собака. — Это настоящий поросенок? — Простите! — вмешался Чуня. — Ваш сын не поросенок. Поросенок — это я. Но собака не стала слушать. Она забрала щенка и ушла. Чуня вздохнул и побрел дальше. Неподалеку он увидел котенка. Котенок стоял в миске с молоком и забавно чмокал. — Ты что, купаешься? — спросил его Чуня. Котенок облизал рот и усы и очень серьезно ответил. — Нет, я ем. Чуня рассмеялся, но увидев строгого усатого кота, сразу замолк. Кот вытащил котенка из миски за шиворот и сердито заурчал. — Запомни, Мурзя, чавкают и лезут лапами в тарелку только поросят. Чуня стало обидно. Он не дослушал, что еще скажет строгий кот и ушел грустный и задумчивый. Шум писки возня за кустами заставили его остановиться. Раздвинув ветки, Чуня увидел утят. Они дрались из-за гриба дождевика. Чуня бросился их разнимать, но не успел. Серая утка подбежала к озорнякам и возмущенно крякнула. — Прекратить! Кряк! Подбирать всякую дрянь, как поросята! — Это неправда! Неправда! В отчаянии закричал Чуня и бросился домой, горько плача. — Я не хочу! Я не буду! Я не хочу! — повторял он всю дорогу. — Что случилось? — спросила Чунина мама. — Чего ты не хочешь? Я не хочу быть поросенком! — жалобно проговорил Чуня. — А кем же ты будешь? — Чуня посмотрел вверх и сквозь слезы сказал. — Птичкой! Но ведь ты не умеешь летать! — улыбнулась мама. Чуня вскочил на скамейку, замахал лапками, подпрыгнул и шлепнулся на землю. — Пожалуйста! Я тебя очень прошу! Оставайся поросенком! — Помогая Чуни встать, сказала мама. — Ведь совсем не важно, как ты называешься. Важно, что ты добрый, честный, вежливый, аккуратный! Чуня задумался. — Оставайся поросенком! — Хором закричали прибежавшие к нему в гости кролик и цыпленок. Чуня обрадовался, увидев друзей, и весело воскликнул. — Ладно, останусь!